Кировский район Самары, улица Победы. Последние несколько лет на первом этаже жилого дома работала так называемая разливайка. От клиентов отбоя не было, но достойно вели себя далеко не все гости заведения. Жители дома устали от постоянных крейков, драк и общественного туалета перед домом. Посетители, скажем так, они доставляют большое количество неудобств и днем, и ночью. Постоянно под окнами у нас как бы собираются алкоголики, тунеядцы, так скажем, ходят в туалет. Под наши окна разбили окно нам в том году. Объясняться с жителями и полицией устал и хозяин. Выход из сложившейся ситуации нашли совместно с администрацией района. По предложению администрации, скажем так, мы нашли взаимоприемлемый вариант. Решили переформатироваться с дешевого сегмента в средний. И самим приятнее работать, когда посетители, клиенты, скажем так, нормальные, адекватные. Сейчас хозяин заведения делает все, чтобы разливайка превратилась в спортбар. Обещает, дешевым алкоголем торговать больше не будет. Автоматически уверен, сменится и контингент. С начала года к советам администрации в Кировском районе прислушались уже три предпринимателя. Отдельный вопрос, установленный на улицах киоски. Около двухсот из них занимают место незаконно. Только на улице Старозагора, который в этом году празднует юбилей, в начале года стояли девять несанкционированных объектов. Три из них уже убрали. Те, кто торгует незаконно, продолжат штрафовать. Санкции для продавцов от полутора до шести тысяч рублей. Для собственников в разы больше. С начала года составлено порядка ста протоколов. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.